Итак, всем привет, с вами Добга, мы должны играть в Кайзершидзу за Россию и у нас уже появился Николай Второй. Теперь пора мстить Германии, затем Японии, ну и немножко Антанте за то, что они нас кинули. Что ж, поехали, а если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, мы же начинаем. Я еще решил подстроить здесь некоторые железнодороги и узлы снабжения, чтобы наше наступление в Запад было успешным. И заметил я, что Болгария вступила в Респакт, это не самая хорошая для нас новость, но я думаю мы справимся. В этом случае сейчас мы занимаемся нашим флотом и да, черт возьми, он будет великолепным. Так, Жуков тут армию почти свою обучил, обучил уже, можем мы нападать на Афганистан, ни в каком альянсе не состоит. Поехали. Кстати, я тут не заметил баф, а он вообще очень сильный, у нас есть стабильность в неделю плюс один и прирост населения тоже плюс 20%, что на самом деле очень сильно. Вообще Россия в этом моде какая-то прям гигасильная, если честно. И вот Афгану мы объявили войну, давайте сразу же Гюрант позовем сюда. А, смотрите-ка, царь всей России поставился здесь вот в власти, прикольно. В Турции все еще просто какое-то наше оставление, так сказать. Но по фокусу, попозже мы тут сделаем проливи, я так понимаю, еще на марионетку, что-то получится. И потом вообще пойдем освоевывать Иерусалим. И, кстати, наверное, мы это даже сделаем раньше, чем поход на запад. Пока там все страны выют вот здесь вот, поджимаем под себя весь Ближний Восток. Теперь я же установлен, давайте-ка займемся истинами. Последний Комитерграда. И у нас наконец-таки открываются средние танки, нормальные. Давайте сделаем себе сильный танк. Кстати, нам не хватает улучшенных средних орудий. Казалось, что... А, ну вот мы их как раз-таки сейчас и исследуем. Ну, пока что будем делать такие, потом улучшим просто. Ну и делаем мы нечто вот такое, потом чуть-чуть под улучшим. Нам еще и орудия поменяйте вот сюда, можно плюсиков накидать. Ну да, делаем мы супер бронированные средние танки, потому что... Можем? Да, можем, у нас огромная промышленность. Будет у нас... Она у нас еще сильнее. Иконочка тут... Кстати, говорят, давайте-ка посмотрим, что тут есть у нас. Иконок немало, немало. Немало, хотелось бы сказать, но нет. По факту просто разные расцветки. Хотя, по крайней мере, это более-менее уникальные танки. Ну, какие-то есть. Докольно выглядит. Ну, конечно же, мы инвестируем тут по-жесткому все. Можем немножко с авиации убрать. И начинаем жестко настраивать наши средние танки. Легкие танки вот эти вот пойдут у нас... Давайте вот это все сделаем старевшим. Они у нас пойдут в разведку. У нас их много, поэтому почему бы не оставить? Я, возможно, сделаю еще чуть получше какой-то вариант для разведки еще отдельно. Вот, и Афганский Эмират капитулировал. Теперь здесь будет наша марионеточка. Ну, короче, ладно. Видимо, единственный вариант, который будет работать, это создать независимый Курдистан. Так и быть, мы это сделаем. Нам хостяжался на Судабы, но мы все еще связаны Минским договором. Мы не можем ввелять войны, ребята. Если что, а ноль объявленных войн. Россия через флот и мирное небо над головой, как говорится. Давайте отвоевать в Иерусалим. Поехали. Я тут вижу, что нас хватает... Немножко не хватает людей. Впрочем, давайте используем еще один процент нашей силы, как говорится. И наше производство... Посмотрите просто на эти цифры. Оно слишком перебафано. Просто безумно. Тут все еще баргайкерма не висит, лол. Но, тем не менее. Тут я вообще конверчу. Тут я тоже, в принципе, могу поконвертить. И производство безумное, конечно. Тут вон, 7 танков уже. Хотя, еще вообще минимум эффективности. И стоят эти танки не дешево, я вам скажу. А еще мы начинаем исследовать авианосцы 44-го года. Исследуем мы всего за 3 месяца. В 40-м году мы уже их заложим. И где-то в 41-м достроим авианосцы 44-го. Кайф. Можем сделать индийскую политику и поддержку Федерации Роджей организовать. В принципе, из всех стран, наверное, это нам больше всего и подходит. Давайте, может быть, им немножко закинем ленд-лизы. У них вроде людей хватает. А вот снаряжения может не хватать. Давайте исправим такую несправедливую ситуацию, конечно же. Ну, как-то так. Плохо так накидали. Я считаю. И можно им немножко еще и каких-то самолетиков закинуть. Тоже, я думаю, будут полезны. Но вот их не так сильно много. Потому что, как правило, там много баса нету. Ну, каких-то казуальных немножко можно скинуть. Поехали. Причем мы можем требовать возвращения Аляски. Мы этим тоже займемся. Потому что, очевидно же, что Аляску мы продали... Нас обманули, как бы, да? Продали, очевидно, несправедливую и несправедливую стоимость. Что у нас еще осталось по фокусам? В теории, можно вот здесь вот верфи получить. Типа, они как бы, ну, норм. Нормальные бафы. Но вообще, наверное, нет. Поэтому давайте мы поделаем, наверное, наши вот эти политические фокусы. Тут есть тоже разные вещи. Я не знаю, что там. Но давайте попробуем. Тут вон какие-то реформы есть. Что-то это. Давайте начнем с ортодоксального протекционизма. И вот оно. Можно поддержать Роджей. Причем можно разных, ну, так понимаю, разных андусов можно поддержать. Давайте-ка вот этих поддержим. Которым мы и отправили неплохое количество оружия. Причем можно еще одну ГЭС. Начинаем. Тут, кстати говоря, все еще мы в большой опасности. Но, я думаю, пора. А, нам дали КБ, но нельзя объявляясь войну все еще. Ладно, тогда придется отказаться от Минского договора. И вот мы исследовали все новые техи для самолетов. Начинаем произвести еще более крутые самолеты. Как бы что-то вот такое, наверное. В идеале, конечно, хотелось бы на одном двигателе еще находиться. Но, к сожалению, я хочу побольше дальности. Хотя, если мы... Блин. Можем ли мы как-то что-то исправить? В теории? А, ну что 4 тяжелых, что 4 легких. Они весят одинаково. Как не странно. Ладно, пожертвуем немножко защитой наших самолетов. Не супер хорошо. Потому что высокая защита, на самом деле, очень неплохо снизила бы наши потери. Но, я думаю, чисто за счет количества они все равно должны быть ими и должны отлично размениваться. У нас есть теперь новые наши истребители. Эти устаревают. То же самое делаем со штурмовиками. Эти устаревают. А вот эти становятся актуальными. Только нам нужно чуть-чуть побольше для них опыта. Здесь я уже, да, ставлю два двигателя. И я вот так вот всегда делаю. Это не сильно эффективно. Но штурмовая атака максимальная. Я еще пошел во вторую доктрину. Так что, почему бы нет. И вот оно. Внешняя политика. Нам разрешили. Все без эскейпа. Делать. Значит, все это заново делается. И начинаем наступление. Да, все так же. Вот в таком вот состоянии. Там кто-то обанкротился. Возможно, там было что-то важное. Ну ладно. Надо призывать в Турцию. Зачем мы не сможем наступать. Вот теперь можем. Ну и, конечно, тут мы без проблем пробиваемся сквозь все эти страны. С нашей мощью они справиться не могут. Мы домобилизовались. У нас в итоге, ну, не сильно большая, я бы сказал, армия. Но солидная. Идет у нас сереголосование. Открываем за новый закон. Либо скоро должно начаться. Мы сейчас потихоньку делать эти фокусы. И вот наши авианосцы. Время их сделать и время начать так же производить. Для них самолеты. К сожалению, наш баф дает им только плюс 0 размер палубы. Чьи дальность плавания. То есть, по факту, только дальность плавания. Ладно. А на самом деле он дает нам целых один дополнительный самолет. Я правильно это понимаю? 20, 20, 20. 20, 20. И еще один. Ебать. Ну, все. Тогда, как бы, все понятно. Тогда, конечно, лучший баф, так сказать, планеты Земля. Если что, мне не очень радует это то, что скорость у такого авианоса 31,5. Чего у меня есть идея, что нам бы, наверное, больше вот так. Блин, ну. Тяжеловато, потому что у нас здесь скорости 32,4, 33,0. Самые плохие. 32,4. То есть, мы бы хотели в идеале вот какой-то такой, наверное, делать авианосец. А ладно, тут двигатель я не обновил. И таким образом, да, с нормальным движком. Странно, что на дном король поставила. Нет, самый последний движок не первый, а просто третий. Первый у 32,8. Это для нас, я бы сказал, идеальная скорость. Единственный нюанс он стоит 13 тысяч. Но. Но для нас это пыль, как говорится. Можем мы это делать уже к следующему лету? Он невероятно превосходно. О, место за Родину, смотрите-ка. Наша столица. Не очень я понял, что за место. Мне казалось сначала, что это из-за того, что мы взяли как бы святой город. Но тут-то нет. А еще, я подумал, у нас есть политка. Поэтому давайте-ка поставим себе сухого. Смотрите-ка, сухой даст нам плюс 10 морской атаки и точности морской атаки для наших сейчас морских бомберов. Смотрите, этим миг все еще работает. А мы сейчас изобретаем. А, давайте уже используем самый лучший корпус, не будем экономить. Хотя для них разницы почти нету. Но это даст нам плюс дополнительную морскую атаку и точность. То есть сделаем мы наш самолет еще более гигачадовским. Ничего кроме именно торпеды ему и не нужно, потому что у него только одна роль. А вторую торпеду отсунуть туда нельзя. Ну и уже Армения вправдаем цель войны. Так чисто между делом, чтобы не оставалось ничего тут нейтрального между нами и нашими марионетками. Так, кстати говоря, нужно было начать вот этот процесс. Вот так вот начинается голосование. Борьбаст радикал у нас еще, как говорят, происходит. Эти у нас и так. Так, я как будто задавайте немножко вот этих. Попробуем поагетировать к нам. Можно еще без партийных. Это будет у нас примерно... Примерно вроде их будет хватать, да? Ну-ка. В 68-маке нужно еще одного. Еще раз этих бы, наверное. Просто это, видите, это их популярность поднимает. А нам бы идеально, чтобы у нас была самая популярная партия. Она и так самая популярная. Но лишнего времени все равно никому не хочется давать, конечно. А вот и... Мы теперь контролируем полностью Ближний Восток. И самое главное, Советский канал. Хотели бы мы пролив из Черного моря. Прекрасный наш теперь. Хотели здесь. Мы так и Средиземное море можем сделать внутренне. Я, кстати говоря, вернул Турцию земли. Вот так вот это получилось. Выглядит плохо. Я думаю, может здесь что-то вернем. Но получилось... Получилось. Ладно уж. И вот, кстати говоря, наша губернаторска Босфора Дарданелла. Какие-то дефолтные фокусы. Ничего особенного вроде как. Хотя иконочки... Тут они не дефолтные. Но вообще вроде все дефолтно. И борем с матерей с республиканцами. Задушим, так сказать, змею в зародыше. Здесь у нас по депутатам все хватает. Что да. Ины и недели мы. Поехали. Зон выборов. Смотрите-ка. Ну мы, конечно же, социал-консерватизм продвигать. Мы не можем их продвигать, что не наше. Социал-консерваторов нет. А, все, все окей. Это правые партии считаются. Я теперь сделал все как надо. Теперь у нас голосует дома. Но в думе вот у нас настолько жесткое большинство, что... Точнее, сенат. Нам даже никого убеждать не надо. Все сразу согласны. Поэтому, я думаю, еще и наши эти повлияли. И можем побустить еще больше ВНС вот тут. Почему бы и нет? А, у нас стало не хватать стали. Вы это представляете? Я думаю, помните, из наших вассалов, наверное, она должна быть. Но вообще нет. Реально придется покупать у... Ну, не знаю, французов. Потому что они будут воевать с Германией. Там, в принципе, выгодно, чтобы они чуть-чуть подбустились. Итак, единый и неделимый. Минус 10 НП плюс 5. Эффективность производства. Жесть. И это я все не видел, не знал о том, что такое существует вообще. Еще даже не на военной экономике, потому что мы ни с кем не воевали серьезно. И, блин... Да, я возьму это. Почтение для интеграции плевать, наверное. Потому что у нас так печенье растет быстро. Здесь побольше эффективности, но... СИТНП это намного сильнее, черт возьми. Если бы я только знал, как говорится. Но ничего. Больше фокусов у нас там нету. Ну... Давайте что, можем пойти в врага на западе, хотят отсюда. Так все в целом понятно. Сокрушитель рейс-пак у нас уже и так есть. Что можем сделать? Флот. Давайте ресурсы. Ставим по себе. С этим нашим законом. Кто-то мне не захочет торговать. Ну и... Кофик. Профессорный процесс. Вот, жалко это не пишет. Мобилизация, припасы в провинции. Прикольный баф, полезный. Максимум фабрик. Плюс базовая эффективность на минус рост эффективности. Минус 50% ресурсов на продажу. Жесть. Это, конечно, сильно. Я так понимаю, мы сможем... Да, мы сможем частную собственность расчредить. Поехали в следующую реформу. Я думаю, после Армении сразу же мы уже пойдем на запад. Наши танки сначала пройдутся по-быстрому по Болгарии. И потом уже мы их перевросим сюда. Начнем наступление здесь. Наверное, еще в Финляндию мы тоже заберем. Но все остальное, потому что она очень отдельно от всех. И у нас здесь, кстати говоря, в Балтийском море ожидается невероятное присутствие на море, конечно же. Теперь мы делаем... Слой Лыпин был прав. У меня Слой Лыпинская. Сельскохоз. Хозяйственная реформа. И вот нам какие-то бафы навешивают, но нам не говорят. Допустим, какие здесь будут бафы, я не знал. И вот то, что здесь дадут вот такие бафы, я тоже не знал. Вот бы, блин, в игре говорили, что вам будут давать они. Ивент, Пупа и Лупа пришли в банк. Зарешала зарплата. И Греция обидела войну в Турции. И не успел я, как говорится, насладиться тем, что я не воюю. Греция такая, блин. Да. Какая-то Турция выглядит как абсолютно то, что мы можем победить. Давайте ебаним по Турции. Не, ну, это, конечно, ебанули по Турции, но... Сейчас ебаним по Греции, значит, мы. Знаете, правительство обидел войну, и штаб такой, ну, пиздец. Как говорится, все. Ебану, генштабы представили, когда президент такой говорит, давайте мы захватим Турцию, объявляют войну. Оказывается, Турция это давно не Турция, Турция давно марионетка России. Россия как-то, ну, немножко опасная страна, наверное, не стоит на нее нападать. Ну, как там тебя звали? Георгий Второй думал, что, блин, да, пронесет. Итак, новая эра для крестьян. Что же там будет? Хороший вопрос. Но давайте проведем реформу и посмотрим, что я могу сказать. С 256 мест мы очень популярны. Это, конечно, круто. Давайте-ка... Наверное, еще без партии, насколько это даст нам это? 30. На самом деле, обычно это чуть поменьше. Давайте вот так и хватит. Вот и Греция капитулировала. Как бы, ну, о чем я и говорил. А, и у нас теперь открылась граница с Францией. Что я могу сказать? Я не собирался так делать. Я не собирался воевать сантанты пока что. Это же, возможно, в какой-то вселенной бы с ней вообще не воевал. Но вдруг, как бы, там, как-то мы красивенько так задружились бы. Но... Но нет. Но нет. Что ж, поехали в отечественное производство. Но и выборы в законодательные органы. Евразильцы, либо ФНС. Тут я вижу фабрики стабильность. А тут у нас, в принципе, остается тот же самый парень. Вот тот же самый парень, я думаю, пойдет. И, наконец-таки, мы в Армении занимаемся. Попробуемся в твери всех войну. Это призовет еще всех и войну с сантантой. Но это уже издержки бизнеса, как говорится. Главное, вот здесь вот триполь, чтобы не капнуло слишком рано. А оно, походу, капнет. Здесь нет. Просто иначе у нас сейчас снабжение обрежется. Надеюсь, что нет. Ну, конечно же, наши танки... Да, триполь-то не капитулирует. О чем я и говорил. Сейчас будем восстанавливать снабжение. Здесь сразу порт появился, я с портом, я думаю, сразу будет нормально. Ну да, наши танки, конечно, просто в ноль раскатывают любые тут французские дивизии. И добавляем наши танковые дивизии РСЗО. Они почти готовы. Тут осталось еще поделать средних танчиков, ханы еще побольше поделать. И в целом у нас будут просто безумно сильные дивизии. И у нас из-за нашей реформы отвалилась просто вся резина. Еще делаем вывод. Нам нужно ее построить самим. Ладно. Что я могу сказать на это? Ладно, построим. Сделать бы не строить. Но нас заставляют, так сказать, по импортам замечать примерно все ресурсы. И я думаю, мы в состоянии это сделать. Здесь мы делаем субсидии малого бизнеса. Получаем еще плюс 5 ресурсов. Минус ТНП, плюс базовая эффективность. И минус стоимость политки. Господи, у нас этих ресурсов будет безумно много. Надо хотя бы чуть-чуть получить. И мы так жестко разбафаем их. Можно, кстати, перейти здесь в наступление. Да, французы просто, ну, не созданы для войны с нами. Как и в принципе, я думаю, никакая страна не может быть создана для войны с нами. О, мы можем здесь, говоря... Блин, прикольно. Мы можем сделать Великую Армению. Потребуется турков передать территорию Армении. Водной барионетке потребуется передатка 2-й класса. Наверное, здесь как-то мы должны были ее... Первое, что-то где-то не в том порядке сработало или что. Еще можем уже поставить патрульницу на наш флот. Вдруг кто-то дозаплывет. Поддержка малого бизнеса есть. Давайте-ка займемся православной нравственностью и затем правосоюзами. Судьба Эгдыра. Не? Давайте Армения, ладно. Еще есть у нас полезного, интересного. Есть у нас новые кнопочки, вот эти. Конечно же, мы их всех понажимаем. И тут, кстати говоря, беда пришла оттуда, откуда я и не ждал уже. Еще Индия тоже имеется, которая... Наш противник. Ну, конечно, есть еще Индия, которыми мы как бы дружим. Я бы хотел, наверное, их все в Альянс еще и призвать. Кстати, насчет Альянса. Давайте сделаем фокус поисков союзников. Может быть, я и смогу кого-то уже позвать к себе. Нужно, конечно же, ими заняться. Роджи начали, в принципе, пушить. А еще и на фоне... А, во-первых, они еще с коммуной не поют. И, во-вторых, теперь они перебросили войска сюда, на запад. Ну и как бы Роджи начали прям супер пушить. Мы им поможем, конечно же. Они смогут даже полноправными, я думаю, союзниками. Как же наши танки страшны. Просто одна в пять дивизий выходит и побеждает наша дивизия. Но я и потерял одну, потому что она не успела реенфорсить мораль. И она была окружена по приколу. Это самые большие потери, что нам когда-либо, я думаю, нанесут. Потому что реально это... Больно. Наш раз, как сказать, играть вот на позициях. Давайте начнем наступать. И отправим им некоторую поддержку, скажем так. Можно сделать вот так. И у нас тут какие-то, которые должны быть где-то штурмовики. Но они все с танками нашими. Давайте поэтому сделаем им новых. Учителяем мы православную нравственность. Можно теперь запретить про союзы, либо сделать про союзы без социалистов. Здесь максимум спадает, то есть такой раз повышается. Неинтересно. Здесь тоже дебаф одни. Что за ловушка профсоюзов? Давайте посанимаемся чем-то более интересным. К примеру, глютизация железных дорог. Существует, кстати говоря, ультра грустно. Железные дороги все-таки, я думаю, должны быть национализированы. Нормальные, так сказать, ситуации. Что и позволяет, допустим, Германии быть очень эффективной благодаря своей системе мобилизации и хороших железных дорог. Господи, ну, выйдите вы отсюда. Как меня вот эта вот война бесит вот в этих огромных территориях поделать. И, кстати, здесь мы тоже, видите, одна дивизия против всего этого пошла и выиграла. Другой вопрос в том, что мы здесь слишком медленны из-за пустыни, из-за всего. Из-за постоянной нехватки топлива. Потому что, ну, снаряжение, снабжение, точнее, обрывается периодически. А тем не менее, все равно все отлично. А вот я вспомнил, точнее, обнаружил, что у нас еще что-то здесь, оказывается, есть страны Рейхспакта, маскат какой-то в Рейхспакте. В Франции вот сюда был проход. Что я могу сказать? Перебрасываем сюда дополнительные силы. Будем сейчас и здесь тоже наступать. Хотели мы повоевать с Рейхспактом? Приходится повоевать с Антантой, потому что в Греции в правительстве сидят дебилы. В принципе, неудивительно. А вот этот миньон Индия капнул. Я был бы не против отдать все Федерации Раджей, собственно говоря. Поборемся мы за эти территории. Ну, насколько, конечно же, сможем. Потому что я считаю их нашими союзниками в Индии. А значит, мы им, конечно, будем помогать. Могли мы примерно ничего им дать. Но, ладно, они сами что-то смогли забрать. Отлично. Упал столько тут подобивать вот этих вот недоразумений, которые называют себя нашими противниками. Вот упал жир, и я подозреваю, что Франция скоро уже сдаться. Поэтому можно было бы на этом подсовершить серию. Мы здесь занялись Африкой, так сказать, огибаем Рейхспакт. Хотел я уже на Рейхспакт нападать, так сказать, под конец. Тут, кстати, Британский союз вроде как неплохо справляется. Мы бы смогли прям добить Рейхспакт. Потому что им надо тоже отомстить. Но, как бы, благодаря Греции наши планы поменялись. Ну, ладно, так и быть. Тем не менее, ребята. Ставьте лайки, комментарии, твич, дискорд, не забывайте. И до скорых встреч. Пока.